Студенты Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина присоединились к Всероссийскому движению «Георгиевская ленточка». Волонтеры вручали своеобразные символы победы у памятника Великой Отечественной войны. С каким настроением жители округа ждут главный праздник страны, узнали наши корреспонденты. Не только символ воинской доблести, но и самый простой способ сказать спасибо за победу. Георгиевскую ленточку принято носить на левой стороне груди. В знак того, что подвиг советских защитников навсегда в наших сердцах. Эта патриотическая акция уже давно стала традицией и неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Ежегодно накануне 9 мая улицы буквально пестрят черно-оранжевыми ленточками. Как так волнительно, вы знаете, прямо идут у меня мурашки. Волонтеры из Люберецкого техникума имени Гагарина на один день отложили учебу и распределились на разных точках городского округа. План работы – раздать порядка тысячи георгиевских ленточек. Это память об истории, о наших предках, во-первых, в первую очередь. О том, что они склонили головы и положили жизнь за нас. Они сами добровольно решили быть волонтерами. Прошли учения, целый год мы обучались этому. Завершающим этапом был социальный проект. Мы в этом проекте победителями стали в Московской области. У памятника первому космонавту в Люберцах тоже было оживленно. Учащиеся техникума и здесь раздавали георгиевские ленточки. Для студента второго курса Евгения Аксёнова символ победы связан с личной историей семьи. У меня георгиевская ленточка – это символ победы в войне. У меня дед воевал. Считайте, когда я не отдаю. Люберчане с удовольствием принимали участие в акции. Спасибо, благодарны. Всё-таки не забывайте нас. Символ победы получают не только прохожие, но и автолюбители, пока стоят у светофора и ждут зелёного сигнала. Акцию завершил праздничный концерт, который развернулся прямо на площади у мемориала «Вечный огонь». Песни военных лет, стихи и даже выступления лошкарей. Всё это заставляло прохожих остановиться, на несколько минут забыв о делах и времени. Не могли не остановиться. У нас в семье тоже есть погибшие, есть ветераны. Такие праздники, пускай со слезами на глазах, но они должны быть обязательны. Праздничная атмосфера не давала устоять на месте, а ноги сами шли в пляс. Но главное, что выступления молодых людей тронули сердца тех, для кого и был организован концерт ветеранов и детей войны. Я им очень благодарна. Очень хорошо они подготовились. И маленькие дети, и студенты. Всем им большое спасибо. Кульминация праздничного дня – возложение цветов у Вечного огня. Студенты, старики и дети несли цветы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь, спасая Родину. А запущенные в небо воздушные шары напоминали нам, что жизнь – такая хрупкая вещь, должна быть свободной. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.